В 1975 году на оселомарской конференции биологи обсуждали риски, связанные с созданием ГМО. 42 года спустя ученые собрались, чтобы поговорить об экономических угрозах, которые несет развитие искусственного интеллекта. В феврале 1975 года в маленьком городке в Калифорнии, на берегу океана, собралась группа генетиков. Они обсуждали важный вопрос, не приведет ли их работа к концу света. Эти исследователи только начинали развивать генную инженерию, и не знали, к каким последствиям может привести манипуляция с ДНК, место называлось оселомар, и оселомарская конференция стала попыткой сформулировать принципы этики ученых применительных биотехнологий. 42 года спустя в оселомаре по сходному поводу собралась другая группа ученых, но на этот раз речь шла не о биологической, а о компьютерной угрозе. В январе ведущие мировые исследователи в области искусственного интеллекта, и, гуляли по тем же дорожкам, обсуждая роль своей науки в судьбе человечества. В силу сложности и масштабности поднятых проблем конференции была закрытой, но организаторы опубликовали видео с некоторых выступлений, и мы можем составить представление о том, какие угрозы видят лучшие умы. Ученые обсуждали возможность суперинтеллекта, который каким-то образом сможет вырваться из-под контроля людей, и к концу января организаторы сформулировали и опубликовали список руководящих принципов, подписанные как участниками конференции, так и другими учеными, работающими в этой области. Но кроме отдаленной глобальной угрозы, собравшихся в Асиламаре волновало непосредственное влияние и на экономику. Арена ТЦ Иони, генеральный директор Института искусственного интеллекта Пола Аллена, присутствовавший на конференции, говорит, «Я не люблю дискуссии о суперинтеллекте, они отвлекают нас от насущных проблем. Давайте больше думать о реальности, нежели о воображаемой угрозе». Дональд Трамп обещает снова сделать Америку великой, восстановив рабочие места на традиционных производствах, но исследователи искусственного интеллекта не воспринимают его слова всерьез. Они знают, что прошлого не вернуть, и во многом благодаря их собственным исследованиям, которые в ближайшие годы сделают ненужными множество специальностей. В Асиламаре они обсуждали реальные проблемы американской экономики и сокращение среднего класса. И дело не в эмиграции, ни в офшорах, ни в налогах. Дело в технологиях. Восстание против машин в США число рабочих мест на производстве достигло пика в 1979 году и с тех пор стабильно падает. В то же время производство постоянно растет, больше товаров, чем в США, производят только в Китае. Роботы не просто заменили людей на конвейере, они выполняют работу более качественно. Что же будет, когда ИИ совершит переворот и в других секторах экономики. В первый день конференции Василамаре экономист из МИД Эндрю Маков и сообщил, сценарий, терминатора меня не беспокоит. Если нынешние тенденции сохранятся, люди восстанут гораздо ран. Полный текст читайте на сайте криптофанс.ру, ссылка на новость доступна в тексте под видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok